Педагоги и директора школ тоже смотрят мультфильмы. Барашек – это образ ребенка, которому нужно найти подход и помочь. Межведомственное совещание по работе в выходящем году провели в средней школе номер 7. Обсуждали проблемы, достижения, планы, перспективы, инновационные методики. Проанализировали работу штабов по воспитательной работе. Проблем много. За итоговый период 34 – нарушения с участием несовершеннолетних. Россия занимает первое место в Европе по суицидальной ситуации среди молодежи от 15 до 19 лет. Это и употребление наркотических средств, профилактика, употребление спайса, соли. То есть вот эти все курительные смеси – это наша проблема всероссийская, которая требует особого подхода. И активизация воспитательной работы в образовательных учреждениях на сегодняшний день – это основа для того, чтобы предотвратить дальнейшее и распространение, и уберечь наших детей от этих пагубных привычек. Особенно сложно занять детей в небольших хуторах. Подход к решению этих проблем должен быть комплексным. Подворовые обходы, помощь психолога, внимание наставников. В муниципальном образовании города-корта Анапа на сегодняшний день 38 тысяч молодежи. Я говорю о молодежи от 14 до 30 лет. И со всей этой молодежью нужно работать. Всю эту молодежь нужно привлекать к мероприятиям как досугам спортивным, так и профилактическим, патриотическим. Руководители школ и гимназий поделились своим опытом и методическими разработками. Интересным было предложение директора гимназии Эврика Галины Филиповой сделать этику обязательным предметом. Она призывала вовлекать детей во все дела школы и своим примером учить жить порядочно и ответственно. Вот у соседей моих, когда бабушка жива была, они и горем не знали, выходили в его усмены, работали в себе на здоровье. Но, правда, ребенок родителей не видел, но он про них знал. Бабушка рассказывала. Фотокарты показывала. Профиль, фас. До 20 декабря во всех штабах по воспитательной работе пройдут проверки. Воспитательная работа на курорте перейдет на новый уровень. Ведь детям необходимо внимание со стороны взрослых, чтобы они выросли успешными и нравственными гражданами страны.